Лука 4 главы. Иисус, исполненный Духа Святого в радости, слава Богу, в силе, исполненный Духа Святого. Я люблю, когда мы исполненные Духа Святого. Вы любите, когда вы исполнены Духа Святого? Классно все. Что бы ни происходило, вам легко. Спаститься легко, молиться легко, читать Библию, она открывается вам. Когда человек исполнен Духа Святого, у него все выходит. У него спорится вся работа. Исполненный Духа Святого. Но самое интересное, что исполнение Духом Святым Иисуса Христа дано было для того, чтобы выиграть сражение, сражаться. И вы знаете, наше исполнение Духа Святого – это тоже сражение. «Скажи, я в сражении». Сражение может быть душевным, духовным, оно может быть внутренним. Это должно быть сражение. Если у меня нету сейчас сражения, Бог тебе придумает сражение. Я боюсь этого. Но я понимаю, что для того, чтобы это сражение произошло, Он наполняет меня сначала силой. Он дает всю силу для того, чтобы ты прошел. И кто бы из вас, если вы рождены свыше, если вы дети Божьи, проходит какое-то испытание, знайте, у вас есть сила противостать. И я вам расскажу чуть-чуть, как это происходит. Потому что здесь Иисус, Он говорит о сражении, которое в Его жизни было. Он рассказал Своим ученикам. Он был один на один в пустыне там с Духом Святым. И Он рассказал ученикам, что происходило с Ним. Бывает, в нашей жизни происходит нечто, что с этим надо поделиться. И знаете, чем ты делишься? Мы часто делимся тем силою, что мы крутые, что мы можем что-то. А Иисус делился, знаете, чем? Слабостью. Я вам хочу сказать, что часто, когда ты имеешь друзей, ты можешь поделиться с ними своими переживаниями слабости. Написано, напоследок взалкал. Это слабость. Ну как же, Бог, ты взалкал? Ну как же, ты ослабел до такой степени, что дьявол мог подойти к тебе? Да он на расстоянии должен держаться от тебя 10 тысяч километров. Мы, знаете, мы думаем так, но Бог, Он показывает нам, что мы проходим через определенные испытания. 40 дней Он был искушаем от дьявола. 40 дней. Кто-то говорит, нет, Он напоследок только был искушаем от дьявола. Он 40 дней искушаем был. 40 дней дьявол пытался его пилить где-то там. Знаете, как пилят? Пытался где-то подлезть к нему, но он не мог. И напоследок Иисус говорит, я ослабел. Я стал слаб. И Он начал говорить в мое сердце. С кем разговаривает дьявол? У некоторых испытания даже не происходят. Сразу дьявол идет к сердцу. И он говорит сердцем. И вы знаете, кто-то проходит через депрессию, через прессинг какой-то, духовный, душевный. Вы пришли в церковь, покаялись, у вас все хорошо, все классно. Но тут вдруг депрессия. И думаете, ну все, это плохо, это ужас. Это от Бога. Смею заметить, все, что не происходит с тобой. Это от Бога. Для того, чтобы ты научился побеждать. Чтобы ты научился черпать настоящую силу. И Иисус показал, откуда Он черпает силу по-настоящему. Хотя Он и явил слабинку, что Он ослабел. Но сила Его черпалась совсем с другого. Первое испытание, которое дьявол сказал. Дьявол сказал, что преврати... Давайте прочтем. Да, молодец, хлеб в камне. Ну, прочтем давайте. Иисус сказал ему в ответ... Нет, извините. Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Буханочкой такой, мягенькой, вкусной. Ты даже запах уже чувствуешь это. Вы знаете, есть люди, которые переживают определенные этапы в своей жизни. И я вам расскажу о каких этапах. Когда ты просто начинаешь мечтать. Когда в твоей жизни нет удовлетворения, и ты начинаешь мечтать о том, что у тебя было. Ты чувствуешь этот запах. Ты чувствуешь это. И ты думаешь, пойду и буду делать то же самое. И получу от этого удовольствие. И получу от этого удовлетворение. Но нет, подожди, остановись. Ты уже не получишь от этого удовольствия. Потому что не хлебом единым жив человек. И он говорит о том, что откуда он черпает настоящую силу. Послушайте, это не тайна, это простые, банальные вещи. Но он говорит, я черпаю силу в слове. И я не знаю, что я сейчас переживаю. Но слово, оно живо и действенно. Оно острее меча бою до острова. Есть люди, которые сегодня перестали, стали сомневаться. Потому что они проходят через трудности. В слове Божьем. А неужели оно сильно? Оно было сильно в твоей жизни еще 4 часа назад, 10-20 часов назад, месяц назад. Почему оно бессильно сейчас? Слушай, дьявол тебя обманул. Он словил тебя на уловку. Бог силен. И вы знаете, когда Бог открывается Аврааму, Он говорит, я Бог всемогущий. Он открывается ему. И то, что я обещал, я то сделаю. Вы знаете, Он проходит через определенный прессинг в своей жизни. У Него нет детей. Он ослабел. И Бог говорит, я всемогущий. Черпай силу Слова Моего. Я дал тебе Слово. Я дал тебе Слово. Я поклялся Собой, что я благословлю. Если Бог поклялся тебе. Вот это и есть жизнь. Слушай внимательно. Все остальное, оно не жизнь. Есть люди, говорят, которые, ну, неверующие тоже хорошо живут. Я верю, что они хорошо живут. Но вы знаете, что Слово Божие говорит не хлебом единым, жив человек, но Словом Божиим. Если они не имеют Слова внутри, оно не оживит их, оно не может поднять их. Тебе надо приобрести это Слово. Тебе надо услышать это Слово. Вы знаете, я не могу в свою жизнь сказать того, что я не услышал. Я, бывает, стою, я прошу Божия, дай мне откровение. Бог говорит некоторым не сразу. Бог говорит некоторым через определенное время. И тебе надо, чтобы Он послужил тебе. Тебе надо, чтобы получить Слово от Него в свою жизнь. Приложи усилия для этого. Вы знаете, когда я иду на работу, я прикладываю усилия там для того, чтобы получить зарплату. Почему ты думаешь то, что тебя оживит, ты не должен прикладывать усилия? Слово Божье, оно приходит в твою жизнь, если ты приложил усилия. Приложи усилия, чтобы приобрести его. Приложи усилия, чтобы это Слово ожило для тебя, чтобы оно пришло в твою жизнь. Слово Божье, оно должно прийти в твою жизнь. Смотри внимательно, я прочту. Если ты Сын Божий, Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим. Он здесь подчеркивает, что Он человек. Он не Бог, который пришел сражаться с дьяволом. Он пришел как человек. И эти трудности у всех людей. Вы ловили себя на мысли, что вам не хочется читать Библию. Не хочется быть в Слове. Не хочется искать Слово. Хочется чего-то легкого. Сразу чудо. Хлеба превратились... То есть камень превратился в хлеб. Вот если бы вот так вот мне превратилось, тогда я поверю. Слушайте, нужно в жизни нашей осознавать, что есть труд. Без труда не выловишь. Если ты не читаешь Слово Божие, оно не придет в твою жизнь. Если ты не пребываешь в Слове Божьем, оно не наполнит тебя. Иисус говорит, я жив Словом Божьим. Я живу как человек на этой земле. И я живу Словом Божьим. Не, мне нужен хлеб. Но я не верю в чудеса сиюминутные. И я не думаю, что это Бог в моей жизни будет. Я хлеб пришел искать сюда. Я найду его. Вы знаете, некоторые сегодня приходят в церковь. И они вместо того, чтобы наполниться Словом Божьим, они ищут чудо. Дайте мне хлеба и зрелищ. Хлеб сразу, правда? Он сразу удовлетворяет тебя. Бог дает некоторым ощущение, что Он здесь, на этом месте, в одно мгновение. Но, послушай, это не значит, что ты не должен Его искать. Слово Божье говорит, взыщите Господа и будете живы. Вы знаете, следующее. Приложить усилия, в чем нужно, чтобы выйти из пустыни. Некоторые не хотят выходить из своих пустын. Им так уютно. Их жалеют все. Они удовлетворены. Ой, ну, мне плохо. Иисус так не делал. Иисус искал Слово. Я ищу Слово от Бога. Когда оно выведет меня, оно привело меня сюда, оно и выведет меня. Понимаете меня? Если Бог меня ввел в пустыню, Он меня и выведет. Скажи, Он меня выведет. В любом случае, потому что я с Богом, надеющийся на Господа, не постыдаться. Смотрите дальше. Мне нравится о чудесах, которых Он говорит. И дьявол показал Ему все царство вселенной в одно мгновение времени и сказал, дам власть над всеми царствами и славу, ибо она предана мне, и кому хочу, даю. Итак, если ты поклонишься, все будет твоим. Он говорит, мое поклонение и моя сила зависит от поклонения Богу. Еще раз говорю. Кто-то ищет силу в богатстве, в возможности, и дьявол предоставляет. Ты идешь на работу, зарабатываешь деньги, все у тебя нормально. У тебя есть много чего. У тебя появились масса возможностей, но оно не дало тебе силу, оно ослабляет тебя. Вы знаете, что бы ты ни получил в своей жизни, есть что, что ослабляет тебя, что дает настоящую силу поклонения Богу. Скажи своему соседу поклонение. Если ты не приложишь усилия в поклонении Богу, в поклонении Богу, если ты не приложишь свою силу. Вы знаете, мне нравится, Иисус делился наставлением, как им жить. Если ты хочешь пройти испытания в своей жизни, начни поклоняться. Разбудите их обоих. Да, да. Поклонение Богу. Скажи поклонение. Я должен войти в это поклонение. Когда Бог говорит о поклонении, ну, вы знаете, человек в поклонение входит подготовленным. Мы не просто идем в поклонение, правда? Кто из вас понимает, что ты должен быть готовым идти к поклонению? Когда Илья, он шел на поклонение Богу, на гору, Бог готовил его, он шел определенное расстояние, он должен быть в определенном тонусе. Ты думаешь, что ты, расхлябанный, можешь войти в поклонение? Нет. Ты должен приложить все усилия, чтобы войти туда. Вы знаете, священник не заползал в святое святых. Он должен входить туда был, и он должен выполнять свои функции был. Это поклонение было Богу. Вы знаете, есть уровни поклонения Богу. Когда ты входишь в поклонение для того, чтобы получить от Него силу, знания, мудрость, вы знаете, что Бог дает тебе? Он открывается тебе. Не всем Бог открывается. Смотрите. Бог показывает Ему все царства. Бог показывает Ему всю силу. Бог показывает Ему те вещи, которые вообще по своей сути дают многие благословения. Ты станешь царем в одном давении. Он говорит, я уже царь. Вы знаете, есть место, в котором ты чувствуешь себя таковым. Еще раз скажу. Есть место, где ты находишься, вырод избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать. Это поклонение. Иисус не говорит Ему просто слова из Библии. Господу Богу поклоняйся, Ему и одного служи. Он говорит, это чем я живу. Это то, что дает мне силу. Это то, что меняет мое мышление. Это то, что выводит меня из рабства. Это то, что выводит меня из того прессинга, в котором я нахожусь. Поклонение. Царственное священство. Где ты чувствуешь себя и ощущаешь себя сильным? Скажи, поклонение. Когда Дух Святой сходит на тебя в поклонении Божьем, для тебя нет ничего невозможного. Тебе ощущение, что ты море по колено, жизнь налаживается, все хорошо. Правда? В Господе сила. Однажды, сказал Господь, дважды услышал. Сила у Господа. Итак, если ты поклонишься, то все будет твоим. Мне оно не нужно, он говорит. У меня все есть. Знаете, кто может такое сказать? Только поклоняющийся человек. Если человек не поклонник, ему всегда что-то нужно. Правда? Ему всегда что-то не хватает. Что-то не хватает. Как всегда. Когда человек не... Когда человеку что-то нужно, ну, пускайте его больше. Я, она, зачем? Если человек не чувствует себя... Смотрите, правильно, то лучше его не пускать. Поклоняться. Что такое поклонение Богу? Молодцы. Аллилуйя. Когда человек поклоняется Богу... Да, братья так много вышли. Вы не сильно рассказываете там. Хорошо. Поклонник. Поклонник только может сказать, что мне ничего не нужно. Правда? Смотрите, мне нравится, я на ночной молитве об этом говорил. Павел и Сила находятся в темнице. Им было там хорошо. И всем присутствующим, когда они поклонялись Богу, тоже было хорошо, что они оттуда не могли выйти. Ну, во-первых, они не вышли оттуда, почему я так думаю. Во-вторых, они... Когда тебе хорошо, тебе хочется поделиться с этим хорошо, с другими людьми. И они этим поделились с тем охранником, который их заточил в самую глубокую темницу. И вы знаете, когда ты в поклонении, ты удовлетворен. Люди сегодня неудовлетворенные. Они как бы требуют такого особого, особого, особого внимания. Нам хочется все время. Мы потребители, мы эгоисты. И вы знаете, кто это воспитывает нас? Дьявол, вот эта система, в которой мы находимся. И вы знаете, он говорит, все дам тебе, у тебя все выйдет. Нет, послушай. Поклонник настоящий, он уже все имеет. Иисус говорит, все мое. Почему он это сказал? Он был поклонником. Стань поклонником в своей жизни. И вы знаете, некоторые вещи у тебя будут... отойдут сами по себе, потому что ты начнешь поклоняться. Поклонник. Это тот человек, который находится в постоянном присутствии Божьем. Так хорошо с Богом. Так классно с ним. Даже трудности, которые ты проходишь, они легкие, потому что Бог, Он с тобой. Я думаю, что Павлу и Силя там в темнице было тяжело, плохо, да. Но когда они начали прославлять, и узники начали их слушать, им стало вдруг хорошо. И там написано интересное слово, по молитве их поколебалось основание темницы. По молитве. Откуда они знали, что это по молитве их, а не просто так землетрясение произошло, как всегда там бывает. Потому что это было такое крутое поклонение и прославление, что это ощущали они на себе внутренне. Вы понимаете меня? Им было хорошо. И землетрясение это было подтверждением того, что это Бог присутствует на этом месте. Что тебе нужно сейчас? Что тебе надо в этот момент? Поклонение. Я вам хочу сказать, когда я прихожу к Богу, я хочу, чтобы это поклонение, оно начало во мне производить ту работу. Я люблю хорошее прославление. Я люблю хорошее служение. Но мне нужно поклонение, которое меняет меня и изменяет меня. И тут написано. Иисус говорит Господу, Богу, поклоняйся и Ему, что? Служи. Скажи, служи. Скажи своему соседу, надо служить, потому что поклонение без служения невозможно. Ты не можешь служить Богу, не поклоняясь и поклоняясь, не служить Ему. Потому что некоторые пришли в воскресенье, а только начали, я поклоняюсь тебе, Господь, служи. Скажи, служи. Это Его был стиль выхода из пустыни. Есть стиль Иисуса, есть стиль человеческий, а есть стиль человека Бога. А человеческий стиль, знаете, в выходе из депрессии, ну, ничего пройдет. Или начинаешь, женщины ходят по магазинам, вещи себя высматривают, выходят из депрессии таким образом. И чему она поклоняется, не знаю. А мужчины, они некоторые выходят из депрессии и на кухню идут. По ночам особенно. Господу Богу поклоняйся, и Ему одному служи. Скажи, поклоняйся. Мне нравится это. И дальше интересно. Повел Его в Иерусалим. Потребность человека в славе очень сильна. Слава дает сил. Правда? Когда мы приходим в присутствие Божье, слава Божья, она наполняет тебя, и она дает. И Бог нас вводит в свою славу, и Он хочет дать свою славу. Смотрите внимательно. Слава есть человеческая. Когда тебя почитают, тебе поклоняются, тебя служат и так далее. Это тоже слава. Когда тебе кричат, ура, молодец, слава Богу. Тоже слава. Есть слава человеческая, а есть слава Божья. И слава человеческая, она всегда хочется, и она всегда хочется, чтобы это быстро происходило. И вы знаете, дьявол предоставляет Иисусу эту славу. И он говорит, слушай, в Библии написано, по слову написано, когда ты сбросишься с храма, когда ты оступишься вдруг, ты упадешь, но ангелам своим заповедуют. И на крыльях. И у тебя будет такая слава. Смотрите на меня, пожалуйста. И у тебя будет такая слава. Вы знаете, еще я усвоил одну такую вещь. Дьявол, он пытается всегда забрать внимание. Он хочет отвлечь вас от настоящего, того, что желает Бог. Он хочет перевести ваш взор от настоящего, реальности. Он хочет вывести вас в все реальное состояние. И вы думаете, о, это неправильно, вот это не, не. Бог, Он хочет ввести вас в реальность. Верой мы входим в реальность. И вот реальность, это когда мы должны ожидать славу от Бога. Там написано, не искушай Господа Бога твоего. Слава Божия, она уже тебе дана. Господу Богу поклоняйся, уже поклоняйся. И слава уже тебе дана. Когда ты в момент поклонения испытываешь славу, присутствие Божия, в твоей жизни приходит и слава человеческая. Она со временем придет. Но не спеши. Не, как это называется, не форсируй события. Не делай так, чтобы эти события происходили намного быстрее. Знаете, я ей... Не беги впереди паровоза, не надо. Он задавит тебя. Некоторые начинают смотреть, и они начинают браться за то, что больше их. Они берут тот камень, который не могут сами поднять. Я верю, что Бог дает силу. Дай сюда. Пожалуйста. Положи его. Ничего страшного. Что-то сегодня такой день. Да? А где Наташа? Да? Она с детьми, наверное. Смотрите. И на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоей. Забери у него телефон. Наташа, во-первых. И выйди сюда. Ничего страшного, выключите его. Значит, ничего не надо. Все, кто есть уже, они нормально тут. Остальные... Просто поиграй в них, хорошо? Я хочу, чтобы ты поиграл. Мне нужно это. Сейчас. Хотя я осознаю, что я говорю правильную проповедь и хорошую, но есть то, что суетится вокруг здесь. Дьявол, он пытается отвлечь внимание. И вы знаете, есть моменты поклонения, когда мы входим в поклонение, прославление поклонения, служение поклонения. Оно говорит о том, что мы отдаем свою жизнь. Господу Богу поклоняйся. На руках понесут тебя. Вы знаете, я не хочу, чтобы чудо Божье и слава Божья, она служила мне в славе человеческой. Иисус говорит, не приму славу от людей. Есть слава, которая приходит от Бога в твою жизнь. И она придет со временем. Поступая правильно, ты будешь успешен. Придет слава, придет помазание со временем. Не форсируй, не спеши, не торопись. Некоторые хотят, я хочу исцеления вот сейчас и сразу. Если ты меня не исцелишь, убегу от тебя, Господи. Если не освобождишь, вы знаете, некоторых исцеления возрастает со временем. Я прочту это. Давайте откроем. Это Иеремия, 15 глава. С 18 стиха. За что упор на болезнь моя? Так упорная болезнь моя. И рана моя так неисцелима, что отвергают врачевание. Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водой? Даже Иеремия переживает эту депрессию, это ощущение внутреннее. Это состояние, когда Бог говорит, а это не происходит в его жизни. Правда? Обманчивая вода. Обманчивая слово. И тебе надо пережить это. И почему это происходит? Но смотрите, что Бог отвечает в 19 стихе. Мне нравится то, что Бог, Он не молчит. Смотрите. На это сказал Господь. Если ты обратишься, что нужно сделать? Вернуться. Чтобы рана исцелилась, надо обратиться обратно, вернуться обратно. Если ты обратишься, то я восставлю тебя. И будешь предстоять пред лицом Моим. И если извлечешь драгоценное изничтожное, то будешь как Мои уста. Он говорит о ране своей, что она неисцелима, что ему плохо, ему тяжело. А Бог говорит, вернись. Вспомни, откуда ты не спал. И твори прежние дела твои. Есть люди, которые просто перестали существовать для Бога. О, да. Такое ощущение. Вроде в церковь ходят, вроде и служит, вроде что-то делает, но у него внутренняя борьба идет, сражение какое-то идет, и ты чувствуешь, что ты перестал существовать для него. Он говорит то же самое. Он переживает то же самое. Он говорит, обратись ко мне. Обращение к Богу это возвращение. Ты разворачиваешься от той ситуации, в которой ты находишься, не решаешь ее проблему, а просто идешь к Богу. Он твой источник хлеба. Он твой источник славы. Он твой источник всего. Есть Бог, который источник. А все остальное нет. Ты думал, что источник твой, это твои благословения вокруг тебя. Нет. Это не источник твоей жизни. Ты думаешь, когда у тебя все хорошо, тогда Бог с тобой? Нет. Когда Бог с тобой, тогда все будет хорошо. И вот некоторые строят вокруг себя дома там еще и думают, ну все, теперь мне будет хорошо. А не тут-то было. Бог обманчивым источником не бывает. Он хочет нашего обращения. Он хочет, чтобы мы начали снова и снова пребывать в Его Слове. Потому что Его Слово истина есть пища. Поклонение Богу это то, что должно быть в нашем стиле жизни. И что самое важное, не форсируй события. Если ты перестал, знаешь, некоторые хотят ускорения, но в своей жизни ускорение Бог делает. Он делает особым образом, как ему угодно. Но если ты пытаешься что-то ускорить, знаешь, ты можешь нарваться на то, что ты бежишь впереди. в паровозах. Он задавит тебя. Ты будешь в таком состоянии, что Он раздавит тебя. Господу Богу твоему поклоняйся. Ему одному служи. И смотрите, что Бог обещает. Если извлечешь драгоценно из несчетожного, будешь, как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним. Иисус выходит из пустыни, открывает Слово Божие и знаете, что Он первое говорит? Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня. И все смотрят Слово Божие, благословенное, читают Слово Божие. Он нашел такое место, которое радует мой дух. И тут Он говорит, ныне исполнилось Слово. И знаете, что люди, люди, как правило, не понимают тебя. люди, которым Он это проповедовал, они берут Его под руки, и мы сами сбросим тебя со скалы. Мы форсируем события, но они не могут ничего сделать. если бы они сбросили Его со скалы, тогда бы исполнилось то, что дьявол говорит, правда? Тогда бы исполнилось то, что на крыльях понесли. Но они ничего не могут сделать тебе, потому что Бог защитник твоего. Послушай внимательно, что бы вокруг тебя не происходило, Бог, Он всегда будет твоим защитником. Что бы не восставало на тебя, Бог будет твоим защитником. И Он выходит из пустыни, Он под защитой Божьей, Он в присутствии Божьем, Он в благословении Божьем, в защите Божьей. Сегодня тебе надо войти в эту защиту, прийти под защиту Божьей. Но каким образом? Послушай, Господу Богу поклоняйся, читай Слово Божие, не форсируй события. Это простые вещи, банальные вещи. Правда? Мы хотим все и быстро. Мы придумали, Бог нас благословил, я купил в кредит кофеварку. Знаете для чего? Ты просто подходишь к ней, нажал кнопочку, через две минутки или минутка у тебя пахнущий кофе со сбитыми сливками, все, что можно. И ты как хочется все быстро делать. Но вы знаете, сколько трудо часов было затрачено на создание этой кофеварки. Кто-то потратил время, это все равно, что сходить в кофе. Правда? Кто-то потратил свои силы для того, чтобы у тебя был приятный, вкусный кофе. Вы знаете, мы хотим быстрого всего, но Бог говорит, слушай, за быстрое тоже нужно. Есть цена. Или ты платишь своей жизнью, своим здоровьем, своими возможностями. Или ты платишь или ты платишь. Послушай, ты можешь отдать свою жизнь сегодня Иисусу Христу. Ты хочешь быстро их изменить? Слушай, внимательно, Бог может в одно мгновение забрать у тебя грех, но перемены наступят чуть-чуть попозже. Когда ты пройдешь все испытания, когда ты научишься питаться Словом Божьем, когда Слово станет твоей частью, когда поклонение будет твоим смыслом жизни, и когда перестанешь спешить наконец-то. Я такой, который я спешу, я все время спешил, но что меня Бог научил за последнее время с возрастом, когда у тебя уже ноги не так передвигаются, ты начинаешь включать неспеши. Мы везде успеем. Это мудрость, правда? Но лучше быть мудрым в начале. Ты успеешь. Скажи, я успею. Не форсируйся быть. я успею увидеть все будущее, свое будущее, благословенное будущее. Я же под защитой Божьей. Я под охраной Божьей. Это как под замком. Он контролирует все в моей жизни. Он сказал, что даже если волос на моей голове не просто так падает, он знает, когда он падает. Что я должен сделать? Господу Богу поклоняться, Ему одному служить, читать Слово Божье и насыщаться тем, что Он дает. И быть довольным. Потому что некоторые состоятся в таком недовольстве. Я прочту еще одно место. Мне нравится. Это явно Иван Лето. Иван Лето Иван 17 глава 15 я извиняюсь. Служить Ему 16 стих Не вы меня избрали, а я вас избрал, говорит Иисус. И поставил вас. Скажи, поставил меня. Я думаю, что я выбрал своего Бога. Не я. И я выбрал его. Он выбрал меня. Я думаю, что я встал. Не я встал. Не я начал делать. Он начал производить во мне ту работу. Я сделал тебя. Бог говорит и обращается ко мне через это местописание. и к тебе, но послушай, я поставил тебя, чтобы ты шел и приносил плод. И плод твой пребывал. Скажи своему соседу, чтобы твой плод пребывал. И теперь задам вопрос. Если Он поставил, Он сделал, Он все во мне сделал, чей это плод? Мой? Его. Все, что мы собираем, что в нашей жизни есть, это Его. А за свое Он будет бороться. я раньше думал, что я должен бороться за те плоды, которые в моей жизни. Иисус ни за что не боролся. Вы знаете, Он и так был победителем. Он шел как победитель. Он говорит, все мое, все мое, все. Он поборол дьявола ради того, чтобы ты сегодня имел эту победу. Он ни за что не боролся в своей жизни. Он боролся за тебя. Я не борюсь за свои плоды, потому что я знаю, что это Его. Он пускай борется. Я просто пребываю в поклонении, верю Слову Божию, то, что Он сказал. Насыщаюсь им, удовлетворяюсь им. Я не спешу. Я не спешу. просто не спешу. Три основные вещи. Дабы чего не попросите во имя Мое, а вот здесь вот дай и Бог отвечает на наши молитвы. Вернись. Знаешь, Он говорит, возвратись в поклонение, возвратись в Слово Божье снова, возвратись от суеты, войди в покой, успокойся, вернись. Если ты возвратишься, то Бог что-то сделает в тебе. Бог изменит твою жизнь. Что нужно сделать? Вернуться. покаться. Аминь. Давайте встанем.